Всем добро, с вами есть Страсти Упро и Даша, и это очередная серия нашего футблога. Путешествуем мы по всему миру Майнкрафта, где мы только не были. И везде, конечно же, наша переносная кухня имеет место быть. Но сегодня мы находимся в таком полупустынном, полуджунглиском биоме, там, по-моему, вдалеке Таракотовая долина, рядом, конечно же, расположился океан. Ну что, мы начинаем, и сегодня достаточно огромное количество интересных продуктов, а также интересные рецепты, крафтинга, ну, наш очередной футблог. Что здесь можно еще сказать? Ну что, давайте помчались. Начну с того, что при закачивании одного из модов в мире Майнкрафта появляются вот такие симпатичные бабочки. Они очень даже прекрасно смотрятся, и также здесь есть вот такие симпатичные деревья. Ну и есть кустарники, но кустарники я решила не сажать, ибо не портите здесь такую природу. Но таковы-то подкачайте данное дополнение, и обязательно посадите все кустарники. Также здесь есть... Лошадка. Лошадка или пони. Но неважно. В общем, это торговец. У него какой-то сундучок, куда-то он побежал. Ну, куда ты побежал? И смотрите, он продает различные семена, ну и эти семена участвуют потом в дальнейшем в посадке различных растений. Ну что, давай иди по своим делам. Покупать мы у тебя точно пока ничего не будем. Он это у нас купить хочет. Он заинтересовался. Но подожди, подожди, мы пока еще не начали наш футблог. И смотри, какое классное дерево. И, между прочим, с этого дерева можно получить... Давай посмотрим, что можно получить. Можно получить... Это что-то по типу блока, да? Ну, как бы это... Это трава с дерева, листва. Но можно использовать как блок. То есть не ножницами, а можно это получить вполне руками. Кстати, синюю тоже можно, да, ломать? О, прикольно. Смотрится очень красиво. И, кстати, с красного дерева получаются вот такие вот лиственные блоки. Но, да ладно, давай помчимся на нашу переносную импровизированную кухню. И обратим внимание, огромное количество здесь всего. Очередные пироги, да и чего здесь только нет. Корзина с фруктами. Но наступило лето, оно и понятно. Поэтому фруктов здесь огромное-огромное вообще количество. Различные здесь, конечно же, фруктовые, ягодные соки. Да чего здесь только нет. Ну и, конечно же, наша любимая неполезная еда, такая как наггинсы, а также бургер. Ну что, давай помчимся и начнем уже что-либо создавать. Давайте я начну с того, что я, конечно же, создам наггинсы. Да, создаются они достаточно легко. Нужен жареную курицу. И странно, что здесь участвует краситель. Я бургер приготовлю. А, бургер я бы тоже, конечно, хотела приготовить, кстати. О, кстати, подожди. А ты попробуй его съешь. Наггинсы дают, эффекты, эффекты дают. Не лези. Да, представляешь? А дай-ка я тоже этот бургер скрафчу. Это он на километровый бургер. Смотрите, крафтится тоже достаточно из таких простых продуктов, но здесь участвуют семена. Семена. Но эффектов никаких здесь нет. Да, я тоже могу поесть. А, или есть эффект? Есть эффект. Типа острый меч, да, что-то такое эффект? Ну, да, что-то такое. Так, ну что, давай помчимся дальше. И, наверное, я еще вот, и мне интересно было скрафтить вот такую, как рыба на палочке. Рыба? Это что-то по типу шока, но я не знаю. Я сомневаюсь, рыба сырая. А интересно, ее, наверное, надо жарить? Нет, как думаешь? Нет. Не надо? Нет. То есть в коптильне она не жарится, в обычной печке тоже не жарится. На костре? Получается, что как будто просто мы едим... А, на костре жарится. А, жарится на ко... А, вот в чем была фича-то. То есть это получается рыба на палочке, и нужно жарить ее на костре. Давай подождем. И, может быть, наступит еще чувство голода, и все-таки мы сможем попробовать эту рыбу. А, было бы неплохо. Жарься, жарься давай, рыбка. Ну, да ладно, давай помчимся дальше, пока она там жарится. Скрафтим что-нибудь еще интересненькое. Кстати, я хочу сделать медовую курицу. Ага, тут участвует мед, курица. И, кстати, участвует хвоя, что тоже достаточно интересное такое сочетание. Я сделаю пирог. Так, есть я не хочу, но я, пожалуй, наверное, положу сюда. Посмотри, какой пирог. Офигительный. Ну-ка попробуй, давай, попробуй. Эффект какой-то будет, нет? Не, не могу. А, пока голод у тебя не наступил. Да, ну положу сюда. Так, что? Слушай, давай мы с тобой скрафтим что-нибудь из соков. Да, я могу арбузный сделать. А я скрафчу клубничный сок, то есть нужен сахар, вода, ну и, соответственно, клубничка. А также можно скрафтить газировку, но что-то по типу, ну что-то по типу пепси, но это точно не пепси. Смотри, смотри. Там прям косточки такие прикольненькие. Да, в бутылочке, а у меня, смотри, у меня в стаканчике. Да, у тебя такой красивый. Ха, кстати, обладает эффектами. Да, эффект регенерации. А, кола. Ух, 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 ух. О, какая ты быстрая. Ой, 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 ой. Вот этот эффект мне не больно нравится. Сейчас он мне как-то не очень мне пока нужен. Он, дай, дай, дай я тебе одну дам. Может, попробуешь? Давай. Все-таки вот смотри, она жарится, жарится на костре. Не, у меня опять ничего не было. А, я тоже не могу ее поесть. Ну, да ладно, давай, что мы не можем поесть, будем, ну, раскладывать просто. Ладно, будем раскладывать. Ну что, я, у меня еще есть достаточно огромное количество продуктов, и я предлагаю что-нибудь еще. Слушай, здесь такие странные супы. Очень странные супы. Я хочу скрафтить. Крафтится из кости и из миски с водой. У меня какая-то лавовая еще есть. Ну, давай попробуем, какие эффекты. Ну, нет, есть я не хочу. Давай я посмотрю, какой я еще могу скрафтить суп. Какой-то. Вот у тебя, наверное, такой огненный суп получился, да? Да. Вот этот огненный суп. Да. Так, нет. Ну, не хочется пока кушать. Ну, да ладно. Так, с пирогами мыра. А, нет, смотри, я хотела еще скрафтить вот такой красный пирог. Короче, там участвуют в составе сахара, пшеница и ягоды нижнего мира. Да? Да, в составе этого дополнения есть теперь ягоды нижнего мира. Он такого кровавого красного цвета получился. Я какое-то яблочко сделала в меде, смотри. А, яблочко в меде? Да. Ого. Ну, это по типу жареного яблочка, жареное яблочко в меде. Но его же не нужно дальше нигде жарить. Нет. То есть он уже готовый вариант. Да. Попробовать никак? Ну-ка, сейчас попробую. Нет. Опять нет чувства голода. Нет чувства голода, но в основном они вот обладают различными эффектами. Также можно скрафтить здесь корзину с фруктами. Да, вот такая корзина с фруктами. Да, достаточно прикольно смотрится. Я сделала вот такую. Жалко, что у нас нету места положить куда. Но, тем не менее, вот такая вот корзина с фруктами. А, у тебя там арбуз, сверкающий арбуз? Да. Что там еще? Солотое яблоко и это как его. Плоды коруса. Да. И, скорее всего, тоже должен быть какой-то эффект. Но ты просто не хочешь кушать, да? Да. Это жалко. В общем, огромное количество, обратите внимание, можно скрафтить здесь все, 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 что угодно. И крафтинг достаточно такой несложный. Поэтому, однозначно подкачайте, да, ну и скрафтите что-нибудь вкусненькое. Ну, а нам с тобой нужно все это выложить. И сейчас мы отправимся с тобой на рыбалку. Также мы подкачали мод на рыбалку. Но рыбалка это не простая. Рыба здесь выпадает. Удивительная, очень странная рыба. Да, я не знаю. На костре она не жарится. В печке она не запекается. Но она очень странная. Ну что, помчались и будем порыбачим. Чуть-чуть порыбачим. А потом устроимся за столиком. И, конечно же, поужинаем. Ловись, рыбка большая и маленькая. Пока что-то ничего у меня не ловит. У тебя ловится? У меня тоже нет. Опа, первая рыба. И смотрите, смотрите, какая она странная. Она странная. Она реально странная. Такая большая рыба. У тебя, кстати, тоже... Ой, гнилая плоть. Ну, давай еще немножко половим. Что у тебя рыба? Я просто хочу, чтобы у меня еще возникло чувство голода. Чтобы я могла попробовать эту рыбу. Просто интересно. Ее жарить нельзя. На костер ее тоже ложить нельзя. Ну и какой же функционал у этой рыбы? А ее, на самом деле, здесь огромное-огромное количество. Да, различная рыба. Но ловится она так, конечно... Нет, я немножко, да, посечку сделала слишком рано. У тебя что-то там уже плывет. О, у меня тоже рыба. Тоже странная, да? Да, то есть необычная майнкрафтовская рыба появляется в мире Майнкрафта. У тебя там рыба тоже рыба. Необычная, необычная. Сейчас, подожди, сейчас вот как раз у меня, хоп, еще одна рыба. Такая же. И вот я хочу тебе сказать, что вот попробуй положить на костер. Может быть, у меня не получается. Но реально на костер я положить ее никак не могу. Да, у него, ну-ка, в печку. И в печку. То есть, и можно ли есть... Да, и в печку. Можно ли есть эту рыбу, но я не знаю. Но мод такой достаточно интересный. На самом деле здесь рыбы огромное-огромное. Вообще нереально огромное количество этой рыбы. И поэтому можно вот так вот посидеть и, конечно же, половить эту рыбу. А рыбалка, это, конечно, достаточно такое интересное занятие. Особенно в мире Майнкрафта. Вот такой вот у нас сегодняшний футблок с Дашей произошел. Но я надеюсь, что в следующей серии мы будем где-нибудь... Не знаю, где мы будем. Может быть, мы будем в древнем городе. А может быть, наш футблок переедет в болото вместе с лягушками. Или на Луну. Ну, либо мы переедем на Луна в Майнкрафте. Удивительное явление. Но в космосе-то мы с тобой были. Конечно же, мы там гоняли уже на автомобилях. Но мы еще не готовили. Но мы еще не готовили на Луне. Кстати, это идея. Поэтому, друзьяшки, на сегодняшний данный серий завершается. Всем удачи. Обязательно поставьте лайкосики. Напишите самые классные и топовые комментарии. И всем, друзьяшки, пока-пока-пока. Пока-пока.